Начинаем после матча конкуренции. Прошу слово игроку БК Донецка Дмитрию Глебову. Пожалуйста, Дмитро, поделись вражением в этой поединке. Поэтому много комментировать эту игру. Не хочется проанализировать ее в следующем видео и тогда можно что-то сказать конкретно. Дмитро, пожалуйста, поделись в игре. Поздравляю Гуэрла. Сегодня они удовлетворяют победить, чтобы победить в этой поединке. Не легко играть в этой поединке, это очень тяжело для них играть в этом манежном колледже. Не легко для любого уровня игроку адресоваться на условиях и делать хорошие решения. Здесь очень тяжело принимать решения в такой атмосфере. В последнее время мы делали много плохих решений в обуви, в обуви, в обуви и в обуви. И, в конце концов, Гуэрла удовлетворяет победить эту поединку. Поздравляю их. Я рад, что еще раз мы в первой позиции в Лиге. Но, конечно, если вы ждете, чтобы не держать эту позицию, то вы не сможете иметь эту поединку. Как вы можете объяснить, что ваша команда, несмотря на то, что у вас хорошие позиции, програла победу? Как вы можете объяснить ситуацию с обуви? Да, я знаю. Как я уже говорил, в полчаса, вы действительно должны быть виноваты. Это matter of attitude и effort к обуви. Так что, мы должны быть виноваты для этого. Это первая команда, которая победила в этом сезоне. Для меня это matter of pride. Если люди защищают баскетки, не имеют простые rebounds, это matter of pride. Для него это показатель, который может быть виноваты. Я не говорю, что мои игроки не рады, но сегодня, наверное, они не хотели бы победить, как Говерла. В последнее комбинация, кто должен был ее закончить и что там было? В этом году, по-другому, было бы очевидно, что это было бы в Кари. Но все другие ребята, конечно, вы не можете предположить каждую ситуацию. И вы должны также рассчитать и посмотреть, как много секунд вы получили. Мы не болели, мы не шутили, но мы не болели, поэтому мы не болели. Мы не болели, поэтому, конечно, надо милоеть о том, что это. Плывцы на этом уровне не могут позволить себе позволить, чтобы не видеть время, когда будет обновлено, когда будет в конце концов. Такие вещи, как высоко уровне, не могут видеть. Треников, что все было в руках Каррель, он мог вырешкать долю последней атаки, но каждый игрок должен быть нацелен на атаку и должен был атаковать кольцо, и он удивлен, что игроков не смотрели, сколько времени до конца не смогли изолентовать эти ситуации, и он засмученный через то, что они даже не сделали кид-как. Как вы оцениваете свидетельство? Если они совершили ошибки, то они совершили обе стороны. Но я не обманываю о своих атаках, я думаю, что они сегодня сделали хорошую работу. Кто из украинцев в вашей команде из Украинцев? Нет, это не легко. Нет, это не легко. Конечно, все играли на определенный уровень. До сегодняшнего дня. Я думаю, что это результат на матча, и как мы сделали это. Я думаю, что они не хотят выделять кое-что украинцев, все они работают вклад в команду. Спасибо. 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 У нас по-правме. Поехали. Идите. Поехали. Мы для нас. У нас всегда. Я думаю, что мы также использовали нашу скорость. Мы получили много быстрых, и мы вышли в трансляцию, и мы ходили. Мы знали, что мы были более быстрее, чем их. Мы пытались взять от этого, от этого, от этого, от этого, от этого. АПЛОДИСМЕНТЫ 28-28 пропустили во второй половине. По сценарию такая же игра, приблизительно, как и с Зумашем. Собрались концовки, хорошие провели 20-минутку именно по игре в защите. Сама отдача полностью, контроль, защита. Есть над чем работать, вы видите. Проблемы с трехочковыми, 13-1, не помешало нам сегодня выиграть. Хорошая игра, волевая победа. Я бы отметил хорошую коллективную защиту в конце последней секунды. Вы понимаете, ни с Будивельником, ни с Азовмашем, ни с Донецком мотивации игроки не нуждаются. Для них это очень сильный раздражитель. И они все, поверьте, нет никакого специального настроя, именно моего, например, как я, тренер, настраиваю на Донецк. Не надо их настраивать на Донецк. Они приходят, у них глаза горят, у них желание аж через край плечется. Поэтому намного сложнее настраивать именно на одинакового соперника. Это самое трудное, и здесь сразу же включаются очень многие вопросы. Мы проигрывали в первой половине, если вы помните, 10 подборов на нашем щите. Донецк сделал диаметрально противоположно. Он 10 сделал на нашем щите, 8 на своем щите. Во второй половине мы более сконцентрировались, более мужественно сыграли в защите. Поэтому такой результат. Как встречаем? Ну как, я не знаю, как встречаем. Завтра у нас детский праздник, мы всей командой присутствуем здесь в 10 часов на детском утреннике, поздравляем детей. В 2 часа у нас коллективный обед с командой в пассаже. Там посидим, поговорим. 30-го 2 тренировки, 31-го тренировка. 1-го числа мы уезжаем. Вот весь Новый год. Он немножко потерял уверенность в себе. Вы видели по движениям и по принятию решений, немножко потерял. Ну, он в резерве находится, я в него верю. И просто жду момента, когда человек сыграет, он довольно-таки интересный игрок, своеобразный. Он может и защитить сыграть, и хорошую пользу принести в нападение. Чуть-чуть потерял уверенность. Так же было, как если вы помните, в начале сезона с Гересимчуком. Он не мог найти свое место на площадке. Ну, сейчас более-менее этот вопрос мы закрыли. Евгений Викторович, а на трешке? Я сказал, да, работаем. Работаем, я говорю. Время, да. Ну, видите, штрафные немножко подтянули. Ну, вам нравится, видите. Мы подтягиваем одно, у нас страдает другое. Очень мало времени, поверьте. Чтобы все разобрать, ну, очень мало времени. Отыграли игру, одна тренировка, и выходим на игру. Ну, и играем, если вы заметили, 7-8 человек. С таким плотным графиком. Я учту ваше пожелание. Я буду работать над этим. 12 потерь для игры против Донецкой, это много? Если вы видели эту игру, очень агрессивная игра, и очень много было сдваиваний. Очень много было такого двойной защиты против игрока. Я считаю, что 8 потерь в первой половине, 9 потерь во второй половине, в принципе, для такой агрессивной команды, как Донецк, я думаю, что это нормально. Шансы, что после второго округа или там в зимно-зимнее сезонье команда усилиться? Нету. Мы имеем то, что мы имеем. Не хотелось бы говорить о негативе там определенном, но есть определенные вопросы у нас к руководству, скажем так. Поэтому пока на сегодняшний день мы все хорошо, на хорошей ноте заканчиваем Новый год. Спасибо за поддержку. Очень теплое, очень отличное просто. Спасибо. Только я готовился немножко к другим вопросам.